Мы вновь вернулись к нашей империи, в Дистант Верде, и сейчас будем продолжать нашу великую экспансию. Наша империя все так же доминирует в галактике, да и чего бы ей не доминировать. На самом деле, мы доминируем в технологиях, а как-то у нас внезапно цифра уменьшилась, наверное, потому что кто-то налог наш вернул на 50. Ну, чего и следовало ожидать. Ну, нам предварительных должно было хватить, чтобы... Нет, нам все-таки не хватает 700 с чем-то тысяч. Что там у нас? Наш агент был захвачен при попытке уничтожить. Да, нас не любят. Наши агенты фейлят в задании, а это нас другим. Но это не дает нам возможности все равно проиграть. В принципе, когда вы играете, вы можете действовать по следующему принципу. Если вы не можете обогнать противника, и видите, кто этот противник. Ну, если вдруг вы решили выбрать все-таки какой-то более-менее мирный путь. То есть такой вариант, как не дать развиваться. Душите самого сильного противника, так как это сделал я в этой партии. О, перед нами новые 5-6 лет развития. И я подозреваю, что они должны пройти в мирном русле. 835. Не хватает. Но эта штука не так важна. Нам нужно очень добиться чуда. Да, и все-таки надо подумать о том, чтобы улучшить ресерч. Это значит, вот в эту сторону мы пойдем. Да, это улучшит ресерч и увеличит размер конструкций. Ну и дальше. Компьютер пока слишком занят собственными войнами. Мы можем посмотреть, что тут происходит. Более-менее, да, он уничтожает корабли зелененького. Тут, в свою очередь, уничтожает корабли их. Ну, они довольно неплохо сражаются. Я думаю, что может стоит сделать звук потише. Так, наши колонии все еще хотят чего-то непонятного. Трейд разрешит торговлю с кем? Андаргармония, да почему нет? Нет, мы не будем строить корабли. Наш компьютер думает, что нашей галактике не хватает 22 карриера. Вот он какой. Но это уже не первый раз, когда он этого хочет. Мы не будем, как всегда, его слушать. Но всегда приятно посмотреть, что там думает компьютер, в отличие от нас. Может быть, мы ему и позволим построить столько кораблей когда-нибудь. Но не в данный момент. Да, уже мы можем ускорить исследование. И даже вот это ускорить. Правда, мы остались без денег. Мы в плюсе жутком. Плюс у нас в торговле хороший плюс пошел. Может быть, стоит заключить факт и посмотреть, почему на первый флот так и не был назначен флит-адмирал. Ну вот, например, почему он не ждет просто так. У нас четыре флит-адмирала. И все они просто... А, вот, ну это только что мы одного переместили. А третий, а четвертый пусть отдыхает. У нас есть четыре флит-адмирала. Неплохо бы еще для войск генералов. Вот они у нас есть. Нет, нет, это у нас шпионы. Шип-капитаны. Ну, он и так есть. Он находится... Командует Хановой. Четыре. Что это за корабль? Где он находится? Он находится в третьем флоту. Да, мы вышли на неденях. Мы не такие жадные, как некоторые. Давайте хоть раз посмотрим. А, цикл кончился. Ну, они вернулись к нормальным характеристикам. На самом деле, можно почитать эти вроде как настройки. Рассы, мастер инженеринг. Ничего не видно. Да ладно. Так, инженеры закончили исследование. И мы можем на некоторых колониях уже строить эту штуку. Можно 480, а тут еще очень долго. Продолжаем. Можем поставить на четвертую скорость, но мы все не успеем читать. Мы колонизировали наконец-то планету практически рядом с нами, вулканическую. И мы строим город. Собер. Собер это ничего хорошего. А, нет, хорошая. Это плюс 10 дипломатии. Это у нас... Амбассадор. Да, вот, вот наш... А почему вот этот такой классный чувак не наперили? С другой стороны, на центральной, плюс 46 в торговле, плюс 47. Мы их можно было бы поменять, конечно. С другой стороны, у нас и так высокий рост. И центральная планета, скорее всего, уже население достигло МАК. Да, вот надпись есть. Это потолок населения. Давайте опять сделаем. 60, пусть компьютер. Подумает, что мы очень жадные, что, конечно же, так и есть. 400 тысяч. На некоторое время мы можем установить подобные таксы на некоторых колониях. Мы можем отключить компьютеру, чтобы он не ставил, но тогда мы будем забывать, что нужно ставить все-таки нормальные цифры. 400 тысяч, поэтому подождем. У нас тут вовсю летают флоты. Мы можем их определить приблизительно мощь. Когда у нас... А, вот, нам наконец предлагают построить столицу. Ну, одну штуку мы не откажемся однозначно. У нас губернатор растет. Ну, так где это он так хорошо правит? Что за планета МОК? Она даже не... Давайте сделаем фильтр. А, нет, она все-таки вторая в галактике. И она находится где? Вот тут. Благодаря его способностям, вот эта планета, которая еще отставала недавно от нашей второй столицы, сейчас вырвалась значительно вперед. Давайте построим на ней Defensive Base. Чтобы все шло чеки-пуки. Войска тут практически полностью загружены. Тут можно еще и запас. Нет, мы не будем меняться. Третий флот. Пусть идет поищет войска. У нас улучшилось счастье. Лидер стал практически полностью плюсовой. Снижает только дипломат, дипломатию и содержание наших войск. Надо посмотреть все-таки эту настройку и на время отключить, а потом вернуть. Это... Колония Tax Rate. И тут нету колонизации, ошибка интеллигента. Так, авиация, дипломатия, третья, trade section. Мы временно отключим и поставим на наши ведущие колонии нормальную таксу под 60. Потом вернем компьютеру возможность выставлять. Да, вернулась, стало. А тут тоже 60. Интересно, стало, стало. Тут тоже 60. Мы немножко увеличим. Так, в сумме сделано 60. Неудобный способ увеличения. Так, это целых 2% приносит. А, 2% коррупции. Давайте посмотрим. Надеюсь, ничего сильно нам не изменится, кроме доходов. Да, доходы стали. Но это в основном от основной колонии такие доходы. 425. Мне все равно нету счастья. Демократия довольно хороший строй. Для развития. Но очень плохой строй для войны. Если бы мы выбрали классические элементы, эвенты, сюжета разных аддонов, мы бы смогли найти дополнительные типы правления, которые существенно увеличивают бонус в игре. Но, к сожалению, мы их не выбрали. Но, с другой стороны, у нас нет проблем, которые могут возникнуть. Так, за 15 тысяч. Ну, давайте еще где-то построим. Предлагают применить санкции. Нет, ничего такого мы не делаем. Мы же не настолько плохие. Тем более, что оно нам приносит много денег. Давайте посмотрим радость первой планеты. 66 не ухудшается значительно. Да, даже 38. Тоже не ухудшает, не бьет нам по карманам и по морали. Ну, что-то нам просаживает деньги. Мы никак не можем достигнуть циферки, чтобы апнуть технологию. Давайте вот сейчас уже дальше. Да, потому что оно уже развивается. Это странный способ, по которому оно тут деньги увеличивает. Когда мы нормально разовьемся, мы будем уже развивать и боевые технологии. Сейчас можно даже перейти в четвертую скорость. Вот я увеличил плюсиком на клавиатуре скорость игры, потому что особенно ничего не происходит. Да, начинает только все очень быстро проскакивать. Меню спрямим. Нет, мы это не будем. Войска мы не строим. Да, на нашей, походу, одной, той верхней столице прошло развитие. Так, все у нас происходит успешно. Тут у нас не хватает ресурсов. Ну, честно говоря, не знаю почему. Потому что это зона рядом с нашей центральной планетой. И почему тут хватает ресурсов, не очень понятно. Может, какой-то кратковременный момент. Все-таки четвертая скорость, она слишком быстрая. Мы все время все опускаем. А, нет. Да. Нам предлагают 20 тысяч отослать. Отменить. Деньги. Наверное, все потому, что уже... И... Тут идет. И наш правитель получил способность снижения туризма. Ну, замечательно. Прибыль от туризма. А давайте, кстати, посмотрим. Может, стоит поставить некоторые туристические базы. Это resort location. У нас почему-то опять заглинило колесико. Да, вот. Но обязательно надо поставить там resort. Мониторинг. Компьютер как-то с этим очень неэффективно использует... ...туризм. Да, вот мы поставим две планеты для туризма. По исследованиям тут уже... ...энерджи ресерч. Ну, можно полепить... ...станцию пусть строит. Пошел первый сейв. Первые 15 минут сыграли. Я думаю, бить игру на два сейва. Чтобы не было двухчасовых видео. Я помню, что их смотреть не очень удобно. Потом искать, перематывать. Это все... Это все не так весело, как хотелось бы. У нас 60-ти процентные налоги. Население все еще радо и довольно. Все-таки столица это столица. Мы можем, наверное, даже возвести и больше. Так. Ага, тут еще не исследовано. Тут еще не исследовано. Ну, вот скоро будет проведено два исследования. И, наверное, с такими доходами можно перейти к улучшению еще и ускорения оружия. Так. У нас произошло все-таки исследование. Оно было успешно вполне. И теперь самое время изучать следующее чудо. А то строить, наверное, мы сделаем вот так сначала. И сразу ускорить. Нет. Сначала поставим строительство. На центральный. Это трейдкинт. Увеличение все-таки девелопмент. Это вам не ухры-мухры. И теперь мы посмотрим, что там ускорение. Ну да, почему нет. Ну теперь-то и денег нету. Сейчас он быстренько подтянет деньги. И мы ускорим. Да, деньги подтянулись. Тут уже конец. Вот, смотрите. Ну, может, я это не проговаривал. О, минус ушли, да. Нет. Нет. Справа появляются... Когда происходят какие-то события определенные, которые наиболее близки... Так, вот этот корабль сразу на ремонт. К определенному типу действий у нас прокачиваются наши герои. Ну как, как при плюсе в 6600 мы имеем минус 100 или 200. Немножко логика игры утомляет. И можно просто существовать с минус 100 тысяч, 200 тысяч. И при этом ничего такого не происходит, что могло бы сильно нас запугать. Так, эта штука решила, что нам нужно развивать следующий уровень гипердвигателя. Но она на самом деле не сильно ошибается. Нам это действительно нужно. Вот этот двигатель даст скорость 2500 против 23700. Да, и нам сразу же предлагают за 87 тысяч все базы, все корабли переделать. Ну, посмотрим. Да. Несчастный корабль, да. Ему ремонтироваться надо, а он... И вновь нет. Куда вообще движется третий флот? Никуда. Он летает между системами и занимается ерундой. Надо третий флот тоже поставить на защиту. Видимость. Вот до такой степени. И высадить его где-нибудь поюжнее. Так, что у нас там? Ни перджампами. Да, все хорошо. Хорошо. Скоро мы будем изучать следующий тип чуда. Радость наступит во всей империи. И доходы увеличатся еще больше. Компьютер уже построил 40 флотов. Ну, на самом деле, по поводу механики создания флотов компьютером. То же самое будет происходить у меня. Он регулярно имеет тенденцию, например, есть 39 кораблей. Внезапно компьютер понимает, что нужно построить еще один корабль. Он начинает это делать. Ага. Нет, мы не будем нападать на пиратов. И компьютер строит 40-й корабль. Внезапно он понимает, что в одном флоте столько кораблей, в другом столько. И он начинает все это переделывать. И внезапно флот номер 3 распускается. Вместо флота номер 3 у нас появляется флот номер 4. Потом опять распускается флот номер 4. Появляется флот номер 5. И такое может длиться до бесконечности долго. Ибо интеллект компьютера в этом смысле бесконечен. О, кстати, он захватил у зеленых их планету. Что не может не радовать нас. Нет, вообще-то это нас не должно радовать. Получается, что желтый вновь обрел свое могущество. И отвоевал практически все системы у зеленого. Нет, это плохое место. Думать нужно головой. Господин компьютер. В результате, потом смотришь, и у тебя там уже существует 110-й флот, 111-й. Всего их там может быть 5 или 10, может даже 20. Но они будут иметь такую стремную нумерацию. Он просит денег, и, наверное, он хочет, чтобы мы ему помогли в его войне. Потому что его сейчас разбомбят. Да, компьютер полностью отхватил все, что он у него захватил. Потому что тогда компьютер воевал, видимо, с нами. И сейчас наступили для него тяжелые времена. И он, наверное, боится, что его систему уничтожит. Давайте посмотрим, сколько у него вообще систем осталось одна всего. Да, все, что он захватил, у него забрали. И один из его последних флотов ведет сражение тут. Да, мы закончили исследование вот такой штуки. Эта штука позволяет клонировать армии, которая уже существует на планете. Я думаю, она довольно удобная, но к микроменеджеру этой штуки я не использовал. Сейчас у нас, вот если мы изучим вот это чудо, у нас будет 30% увеличение роста населения во всей империи. Ну и плюс 40 вот в той штуке. Ну, как вы понимаете, это чудеса слишком читерские, чтобы ими не пользоваться. Так что, именно это мы и делаем. После чего эта ветка нас особо уже интересовать не будет, и мы начнем развивать логистику и колонизацию. 7 миллионов, даже больше, чем тут. Поэтому мы, наверное, изучим всякие топливные ячейки, чтобы торговцы наши лучше воевали. Также мы улучшим радары, боевые системы. Ну, приоритет, конечно, колонии потом изучить. Ну, да, и увеличенная вместимость стыковочных доков, насколько я понимаю. Improvements to docking beta и увеличивает количество прохождения. Это модуль, который помещается на другие, на базы. И определяет, сколько одновременно кораблей может содержать для ремонта или чего-то. Да, зеленый потерял все, что мог, в конце концов. И желтый фактически доминирует. Да, получается, что ту войну выиграли мы, а не он. Сколько нам нужно? Тысяча, девятьсот тысяч. Это тебе, ниху, хрым, хрым. Значительно должен сейчас энергия ресерч. С ростом населения увеличивается наш ресерч. Обменяем, обменяем. Жильки нас все еще атакуют. И это мы не строим. А, сражение в битве увеличило. Получило им new skills. Фихтер. Фихтер. Фихтер плюс четыре. Да. Мой английский, кроме того, что плохой, так я еще и умудряюсь слова и скажать. Так что, если я называю файтеров фихтерами, можете не писать потом вам это комментами, если вы будете смотреть видео. Я знаю, что оно произносится по-другому. У нас четыреста тысяч, но нам этого все равно не хватает, чтобы ускориться. Давайте посмотрим, что наша центральная колония строит. Семьдесят процентов она уже практически закончила, а мы еще даже не включили ускорение. Все-таки уровень девелопмента колонии очень сильно роляет. Надо посмотреть, какой у нас тип правления, вот тут, только для этой расы свойственно. Да, у нас очень дорогое стоимость сейчас наема солдат, плюс содержание дорогое. Но у нас очень высокий уровень ресерча, роста населения. Нас очень одобряют. Ну, когда начнется печаль, когда начнется война, придется подумать о том, чтобы перейти на другой тип строя, иначе мы просто разоримся. Либо при условиях демократии лучше не вести регулярную войну. Так, а вот эта штука защищает планету от бомбежек. Ну, смысл ее, я думаю, всем понятен. Сейчас все корабли будут улучшать свой модуль. Да что же они так все хотят, чтобы мы построили эту фигню? Давайте, все-таки доходы нам позволяют. Нет, мы не будем торговые санкции вводить. Нам предлагают объединиться с этим товарищем. Давайте посмотрим, он воюет с кем-то или нет. Нет, он ни с кем не воюет, поэтому никаких пактов мы не будем делать. И прекратить с пиратами дружить. Ну, я думаю, что мы всегда успеем с пиратами поссориться. У нас получилось как-то, что пираты только одни в игре, поэтому... О! А, значит, Axom Confederation объявили нашим гузериан, то есть жукам. Axom... ну, да. А, они прекратили, наконец-то, войну. Ну, я понимаю, почему. Он потерял... вернул все свои колонии. Небось, доволен как слон. Давайте посмотрим. А, мы немножко прорвались, благодаря росту населения. Но, да, все, нас опять перегнал этот жук. Поэтому жука надо давить. Он отхватил свои ключевые колонии. И... Это улучшает ситуацию в целом. Нам не нужно второго лидера в галактике. Ой, к тому же тут будет слишком длинный фронт. Вот сюда, отсюда, сюда. Это не особо радует. Тут, скорее всего, у них есть своя планета. Да, они подтягивают флоты. И, скорее всего, у нас с ними будет... Не очень хорошие отношения. У нас есть так с ними не очень хорошие отношения. Мягко говоря. А вот один из флотов, выживших, зеленых, летит к нам на перезаправку и ремонт. Ну... Компьютер думает, что эти деньги им помогут. Но нет, мы не дадим им. Пусть они все-таки... Если они не смогли за себя постоять там, не смогли удержать колонию, им нужно было просто прекратить войну, когда я прекратил. Но, к сожалению, это компьютер, он так мы не мыслит. Он знает, что в наших системах ему дадут убежище. Дадут заправку. Да без проблем. У нас ухудшаются отношения с крысами. Честно говоря, вот эта ситуация, когда... Вот только крысы. Крысы у нас вот эти. Они далеко, в принципе, не так уж и страшно. Я не думаю строить вот это здание, как бы они нам не рекомендовали для защиты, потому что его эффективность уже на уровне текущих технологий довольно сомнительна. Да, мы построили новое чудо. И... Это возрадовало нашу империю. Давайте посмотрим, не ухудшилось ли у нас настроение из-за наших налогов. Нет, не ухудшилось. Давайте чисто ради интереса попробуем поднять до 70. Главное потом не зевануть. Тем более, что центральная планета кормит всех. Да, давайте. Почему мы не видим, что эта система принадлежит жука? Это даже немножко странно. Они нам предлагают построить эту штуку на периле. Ну, нет. Нет. Если мы будем прислушиваться к нашим компьютерным советникам, мы бы играли на таком же уровне, как сейчас играет компьютер, что, разумеется, нам нас очень не устраивает. 750... 750 тысяч нужно накопить, даже больше, чем 700. Нам бы как-то забросить... Нет. Не дает возможности построить на их территории станцию наблюдения. и я не вижу нигде у них возможности. Ну, давайте тут попробуем. Да. Есть возможность построить. Вот тут в лепе. Это немножко рядом. Мы, по крайней мере, видим вот это направление движения флотов. И, наверное, вот тут. Тут я даже не думаю в эту сторону. У нас тут есть раз фронт. Фактически, они не пройдут к нашим центральным системам, а эти системы у нас будут взяты в первые несколько минут конфликта. Если он возник. Доходы наши, как видите, немножко возросли. Наконец-то, да. И мы можем очень успешно продвигать технологии. Сейчас мы построим на центральной планете улучшение к нам отношения. И у нас будут еще более передовые проценты. Мы можем ввести там вообще налоги такие, что никто про них даже не слышал. И мы можем Каких. Нормально. И мы можем Или он очень беспокоит. И мы можем Мы можем Нормально. А мы предлагаем шибординг. Ну, почему нет? За 88 тысяч. Им просто очень нужны деньги. Наверное, они хотят построить флот. Ну, да ладно. Мы-то не настолько бедные, как некоторые родственники. Да, мы купили технологию. Это хорошее форсирование. А давайте еще посмотрим, может действительно стоит с этими ребятами, пока мы дружим, выкупить в них кучу технологий. Не вижу этой кнопочки. А, вот. Вот. Собственно, они нам могут предложить. Не так много, но очень дорого. А, вот 88 тысяч. Да, мы сейчас будем выторговывать все технологии. Это даст нам хороший бонус. Ну, это практически халявная прокачка технологии за цену, которую мы используем на ускорение технологии. Это военные технологии. Мы еще посмотрим, с кем у нас хорошие отношения, кроме них, и сделаем то же самое. Так, что тут у нас лучше? Ускорение прошло. Ну, это штука ускоряем. И идем к ним. И... Пытаемся у них выкупить вот эту штуку. А мы им даем... Да, 100 тысяч. И... да. Тут можно меньше. Ну, блин, да. Goodbye. И вот так вот мы будем сейчас выкупать технологии, пока у нас все-таки прибыли. Скажу сразу. Компьютер строит все корабли по очень странному принципу. Я могу это продемонстрировать в конструкторе кораблей, но думаю, что я это сделаю в следующем видео. Смысл заключается вот в чем. В каждый корабль впихается все три типа оружия. Вот, давайте посмотрим. Даже не три, а иногда даже больше. Вот у нас есть, например, бим-оружие. Бим-оружие, насколько я помню, это аналог лазера. И его различные варианты. Вот. Для разных там кораблей, бим-пушки, высокие, ну, лазеры в общем. Следующее идет это... Как называется... Гравитационное оружие. Тоже свои фишки у него. Затем оружие массового поражения. Такое используется на базах и прочем. Потом торпеды. Это то, что ракеты. А потом, ну, носители. То есть, увеличение файтеры... Это больше к карьерам относится и к базам. Также есть такой тип атаки, как шипбординг. Шипбординг. Ну, то есть... Захват вражеских кораблей. И дальше он. Чистые ракеты. Типа патроны. Пулеметы. И дальше уже там защита и прочее, прочее. Так вот, компьютер умудряется. Основные ветки, которые он считает для основных кораблей. Это типа вот бим-оружие. Равитационные. Это все-таки немножко другое. Бим. Торпеды. Ракеты. Пулеметы. Все это впихнуть в один корабль. Поэтому, когда мы начинаем вот такие делать улучшения, компьютер просто начинает наши корабли, на которых было, допустим, ракеты третьего уровня, а пулеметы первого. И мы улучшаем внезапно пулеметы, компьютер сразу же начинает туда впихнуть второй уровень. То есть, на самом деле, корабль несущественно меняется, но вот компьютер такой вот молодец. Так, вот это нужно выйти отсюда. Так, это у нас еще и следуется. Потом сразу вот это. Ускорение у нас включено полноценное. Эта штука тоже включена полноценная. Сейчас у нас сто тысяч появится, и мы пойдем за следующей технологией фалярной к нашим зеленым друзьям. Пусть у них будут деньги, а у нас будут технологии. Тем более, что им деньги уже сильно не помогут. Они могут строить флоты, но, к сожалению, они полностью потеряли свое влияние в галактике. Они владеют одной системой. Им нужно объявить войну. Не нам, а они должны объявить войну желтому, и тогда уже думать. Компьютер стягивает все флоты в одну систему. Я думаю, ничего такого просто так не происходит. Давайте обратим внимание к нашему второму флоту и посмотрим, построилось ли тут Small Space Board. Да, он построился, и нам больше, собственно, этот флот тут не нужен. Мы поменяем ему прописку и поставим его вот на эту систему. Эта система у нас называется... Сколько у нас тут вообще планет? У нас тут, на самом деле, довольно много планет. Целых три планеты. Везде маленькие порты. Три штуки. Печально, конечно. Компьютер тут может бушевать и радоваться. Какая из этих планет могла бы быть нам неплохой опорой. На каждой планете не так много войск. Да, совсем мало. 253 миллиона населения. 267 миллионов населения. 252. Ну, значит, мы вот эту планету сделаем пока что основной. Она называется у нас Ксагубах-3. Сюда мы назначим наш второй флот. Вот, планета. Он будет ее охранять. И тут рядышком находится наш противник. На этой же планете мы сразу же построим... Попробуем успеть построить... Дефенс бейс. Плюс, как ни странно, нужно нанимать войска через... Экран планеты. Тут есть возможность нанимать боевые войска и защитные. Через прямо вот карту. Но этого обычно мало. Ксагубах-3, блин. Тут надо очень искать такие планеты. Ксагубах-3. Вот она. Труп сент-характер. Ксагубах-3. Да, к сожалению. И тут, и тут у нас... Раз. Два. Три. Четыре. Гарнизон. Мы ставим... Что эти войска будут стоять в гарнизоне и забрать их нельзя. Хотя компьютер не дурак и думаю, что некоторые моменты он может переделать. Мне не нравится вот это сборище флотов. И думаю, что компьютер в следующем... Следующая может уже и в этой серии начнет вновь атаку. Ну, что можно о расе жуков вообще подумать? Вот какие они есть, такие они есть. У них очень тут сильный флот. Очень, я бы сказал, сильный флот. Это просто охренительный флот. Давайте посмотрим, сколько тут всего кораблей. Не, мы не можем их выделить, но их там дофигища. А, давайте пока технологии продадим. Не купим. Он может нам за 2 миллиона принадлежит. Jump Sensing. Хорошая штука, кстати. Но денег-то нету. Вот это мы купим. За 100 тысяч. Есть хорошая идея. Конечно, хорошая. Ты, чувак, вообще намели. Тебе все хорошая идея. Время, наверное, думать в сторону увеличения флота. Все-таки при текущих налогах мы практически имеем очень высокие... 46, да, мы все еще и 45 имеем, поэтому мы увеличим до 80. Пусть население нашей столицы считает, что это плохо. Но... Времена нынче такие, ребята. Другому никак. Наши инженеры закончили исследование. Фортифицированный бункер. Они предлагают сразу его построить на Альмасе. Я понимаю, почему. Потому что, мне кажется, основные удары будут именно по этой планете идти. И тут у нас есть генерал. В принципе, это хороший совет. И я постелаю это. Но... Да, объявим с ними дружбу. Нет, мы не разрешим добывать у нас. И мы не разрешим кораблям строить. У нас произошел второй сейф. То есть 30-минутный ролик завершен. Я ставлю на паузу и... Завершаю этот ролик и буду снимать потом отдельно.